МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сложностей много. В основном по поставке запчастей. Основной важный момент такой, что поставлялись запчасти, неоригинальные запчасти. Пришлось выходить в ситуацию своими силами. То есть, когда поставка запчастей была очень сложной, так что приходилось нам одну машину, которую на ремонт конкретно останавливать, и с него запчасти переставлялись на тек, чтобы нам выпустить, чтобы выйти нам с аварийной ситуации. Сейчас намного у нас все это лучше стало. В Казминералсервис наладили прямые поставки оригинальных запчастей от производителей, организовали специальные склады, пересмотрели график планового ремонта техники, периодически внедряют новые подходы в отслеживании изношенности запчастей. Так как у нас импортная техника, мы работаем только напрямую с заводом-изготовителем этой техники. То есть на сегодняшний день у нас основными поставщиками являются Санвик Маннинг, Барусан, и на ДТ у нас поставляет Балумка-сервис запчасти. На сегодняшний день у нас производится пилотный проект по маркировке РВД совместно с Еврогидросервисом. Рукава высокого давления мы маркируем их, отслеживаем полностью. Мы можем отследить на сегодня любой шланг, когда он был установлен, сколько он отработал, и вовремя его заменить. То есть мы исключаем аварийные выходы из строя по причине рукавов высокого давления. Внедряется положение по маркированию узлов и агрегатов, установленных на технике. Будет создана единая база узлов, где будет отслеживаться номер узла, где любой человек сможет забить узел и увидеть, где он установлен, на какой технике, и сколько он наработал, сколько он отходил, и когда его следует поменять. Всего в Казминерал-сервис работает почти 470 человек. Лучший опыт, полученный на Жаскенской производственной площадке, теперь тиражируется и в Усть-Толовке. Работники этой площадки намерены повторить успех своих жаскенских коллег. В этом им помогает руководство ТО «Казминерал-сервис» и «Восток Цветмет». В целом, в планах у сервисной компании выход с предложениями на проект о роста группы «Казминералс». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова